доброе время суток мои дорогие зрители и подписчики девочки и мальчики с вами канала и вторую надежда сегодня посмотрим решение принято вашим загаданным человеком потому что последние расклады нам показывают сложные ситуации в которых конечно решение до принимаются поэтому мы с вами и посмотрим какое решение он принял ну конечно же относительно вас решение порой девочки принимаются самым неожиданным образом и не в тот момент которому мы готовы да вот я завтра приму решение а бывает так что не завтра а буквально через полчаса вы принимаете решение также и у вашего загаданного человека поэтому я думаю такая тема она всегда будет актуальна и у нас черная таро конечно же я возьму минуточку для благодарности спасибо вам большое что вы у меня есть спасибо за вашу помощь спасибо за вашу поддержку которую вы мне оказываете ваши лайки ваши комментарии ваши добрые слова которые вы пишете мне которые вы пишете другим людям это действительно дорогого стоит это стимул это мотивация которая позволяет мне каждый день снимать для вас расклады конечно же спасибо вам за это большое также я благодарю всех тех кто переводит не донат его это очень сложное для всех время и я желаю чтобы все то чем вы делитесь со мной приумножилось многократно и чтобы все вернулось вам на благо и абсолютно безо всякого вреда для вас а также всех тех и всего того что вас окружает сегодня у нас расклад на отношения и расклад этот общий поэтому очень прошел чтобы не было разочарование от раскладов вы пожалуйста внимательно следите за сигнификации только в том случае если расклад резонирует сигнификация то есть описание той ситуации которой вы находитесь полностью совпадает с вашей здесь мы можем говорить о том что этот расклад ваш и те шаги там те решения те поступки которые мы смотрим они проиграются у вас вашей жизни если же расклад не в важно вам просто очень хочется чтобы это было правдой до чтобы это было для вас чтобы все исполнилось тут я просто хочу вас предупредить что может все получится совсем наоборот потому что ваша она и будет ваша если же вы хотите выдать желаемое за действительное то ну потом может быть по роста обидно и потом будет ну просто жаль потраченного времени я темы в периодически повторяю там с теми или иными названиями но я повторяю на моем канале уже больше тысячи видео поверьте свои расклады в которых будет информация именно для вас вы обязательно найдете расклад актуален в тот день в который вы его смотрите в тот момент в который вы его открыли поэтому неважно расклад снят месяц назад год назад три года назад абсолютно неважно для вас он будет работать в тот день в который вы его открыли поэтому темы все в любом случае вы по названию поймете любой вопрос который вас волнует пожалуйста этого пожаловать получаете информацию но сигнификация это важно ну и давайте смотреть что происходит в этих отношениях на данный момент чтобы мы смотрели решение здесь мужчина то в поиске в поисках работа или меняют работу или меняют работу что-то у него здесь в денежной сфере изменения да такие правильные изменения которые должны были случиться похоже здесь жареный петух клюнул вашего мужчину и у него сейчас ничего другого не остается кроме как он думать жизни своей насущной именно финансовом материальном плане с вашей стороны здесь пока никаких подвижек в его сторону не вижу потому что сделал много чего нехорошего этот человек вам и поэтому для вас важно чтобы теперь что-то сделал он в любом случае по мере того там будет он действовать или не будет действовать вы для себя будет принимать решение но тут сейчас вы четко сказали что нет я пока ничего делать не буду вот потому что это практически знаете вот будет граничить с унижением он со мной вот так вот а я еще первые шаги буду тела да он мне столько там сказал столько сделал а я после этого что я еще буду пытаться его вернуть там или будут пытаться с ним помириться но не да я теперь заняла наблюдательный пункт я просто буду смотреть за тем как будет развиваться ситуация о которой будут действия либо бездействия там я уже посмотрю кстати ваш партнер за вами здесь наблюдает наблюдает и причем как лично если есть возможность получить информацию через общих знакомых значит здесь действует через общих знакомых вы можете тоже для себя особенно если вы с этим партнером имеете общего друзей там товарищи иногда сталкивается ситуация что вам называет вам звонят и просто интересуется про вашу личную жизнь если не хотите чтобы загаданный человек о вашей личной жизни знал не говорите этим людям то что у вас происходит потому что это шпионы которые посланы для того чтобы выведать о вас все даже если это не прямая просьба вашего загаданного человека в чем и конечно здесь сомневаюсь но даже если это так поверьте эти друзья эти знакомые при любом удобном случае все ему рассказать знаешь там твоя а у твоей там то тогда ты там в курсе поэтому не хотите чтобы он знал о происходящем ничего не рассказывайте другим людям точно также все что касается социальных сетей все что касается тех интернет ресурсов где ваш партнер может получить о вас какую-то информацию тоже фильтруйте все что вы хотите показать и фильтруйте то что вы хотите спрятать потому что для него сейчас важно знать как вы живете чем вы живете с кем вы живете чем вы занимаетесь и что вы делаете давайте спросим зачем ему это надо потому что хочет и возвращаться к вам хочет возвращаться и что он получает информацию добры вы к нему или злы на девочки здесь кстати здесь кстати в том числе и кстати мужчине будет удобнее появиться к вам в тот момент когда у вас будет все плохо вот он вроде бы как некий такой спаситель для вас у вас все плохо а он тут пришел и как минимум просто даже своим присутствием с своим присутствием скрасил вашу жизнь которая развивается не самым лучшим образом еще здесь если у вас плохо но это демонстрируете ли вы показываете этому человеку вы ему все равно наносите какой-то момент радости доставляете мы немножечко даете потому что одно дело ты там человеком в ссоре и ты расстался и у того человека все плохо но и но и вроде бы все плохо и можно быть спокойным да он занимается решением своих проблем ему не до кого и ничего другое дело когда все хорошо вот тут толп очки и опасно на они получилось ли так что от этой ссоры или от этого конфликта домой бывший ли моя бывшая выиграла вот это всегда вот будет будоражить а если все плохо можно находиться в спокойном состоянии и опять же использовать это как повод на я появился на у тебя проблема что ли а давай-ка подумаем да давай-ка решим вот некий такой вот благодетель который с чистыми посылами может вернуться это такой человек до который не будет возвращаться так вот когда нужно будет применять усилия как-то сильно напрягаться он будет использовать ровно те ситуации в которых будет все по-легкому а зачем он собирается здесь помириться или вернуться то что он он не уверен что то что между вами сейчас происходит это правильно и это закономерное стечение обстоятельств и опять же он еще для себя девочки до конца не разобрался нужны вы ему или нет до конца не понял потому что вроде бы как с одной стороны часть проблем ушла с другой стороны есть большие сомнения но часть проблем и как они могут выражаться ваш может быть недовольство до ваши просьбы ваши обиды ваши требования ваши ультиматумы да и в конфликте в ссорах естественно этого ничего не происходит или в расставании и все вроде бы часть проблем а с другой стороны нехватка вас она тоже здесь наблюдается поэтому здесь он не выдохнул абсолютно нет и не сказал full слава богу мы с ней поссорились наконец-то то я от нее избавился нет мои хорошие такого здесь нет потому что луна и императрица конечно же четко нам скажут что он сомневается он переживает да может быть даже где-то здесь попивает но это знаете вот убежать от своих собственных проблем от своих собственных чувств про чувства здесь мы тоже можем сказать потому что императрица и туз кубков и шестерка кубков пусть эти чувства еще какие-то здесь скомканные но именно они тоже не дают ему спокойствие и не дают ему расслабиться кстати дно колоды здесь у нас двойка кубков чувства в этой паре есть мужчина испытывает к вам любовные чувства любовные притязания а в чем заключается его сомнения относительно того что надо не надо сейчас еще спрошу быстро мысль побежала вы такая очень пограничная для него знаете вот с одной стороны с вами хорошо с другой стороны вы можете сделать ему плохо с одной стороны вы готовы его принимать и ему это нравится на это вот все в корзиночку вот плюсики того что ему хочется остаться с вами дай ему хочется вернуться ему хочется чтобы вы были в его жизни потому что вы можете встретить так как никто его никогда не встречал он может с вами провести время таким образом тогда ни с кем другим не ничего подобного не было вы можете расслабить его вы можете его ну вот часть каких-то его проблем да вот просто вот одним взглядом своим снять но с другой стороны вы можете настолько его опустошить в негативном ключе для кого даже финансово здесь что вы слишком требуете чтобы он вам компенсировал финансовые какие-то ваши затраты или что он обязан вас там содержать там оплачивать коммунальные там ли не должен приходить с пустыми руками вот это ему не нравится но если здесь речь не о финансах выборе финансы потому что пятерка пентаклей карты к бедности что он с вами становится беднее финансово может будем конечно к вам бизнес-классом на такси соседний регион мотается то конечно дорого здесь обходитесь вот это я конечно здесь утрирую но тем не менее если же мы не говорим здесь о финансах тогда мы будем говорить о том что ваши претензии какие-то ваши пожелания вот да слишком дорого ему обходится потому что допустим он должен быть с вами гораздо чаще а у него есть там свои желания у него есть своя жизнь и и собственно не комфортно вы вы ему вы выдвигаете уже требования давай мы к чему-то серьезному давай мы определимся он опять же к этому не готов вот поэтому здесь такая вот развилка для него вот и душа мечется по поводу того что надо не надо хочу не хочу моё не моё потеряю приобретую или потеряю пожалею поэтому здесь вот еще разочек прибежать еще разочек девочки попробовать вот а там уже понять он этим воспользуется конечно на эти решения его будем смотреть во первых он говорит она должна подождать она должна созреть она должна успокоиться вы девочки присядьте потому что здесь мужчина считает что слишком вы стали злой что слишком вы стали требовательные что слишком вы стали какой-то такой знаете вот холодный он оставляет вам время для того чтобы вы оттаяли вот и вся гадость которая есть в вашей голове вот она вот немножечко осела да вот весь осадок чтобы он сел на дно ну хорошо и в тот момент когда вы уже будете считать практически что ваши отношения закончились у вас то может быть свой срок вот у него на в он допустим что женщина моя женщина она может спокойно не принимая каких-то категоричных действий быть без меня там три месяца да там полгода год вот я в этот период возвращаюсь я снова ее могу вернуть и вот на пике этого срока этого периода он громогласно и победоносно просто врывается и просто вламывается в вашу жизнь он считает что время которое он сейчас вот отдает на откуп вашему характеру она пойдет на пользу что это время послужит благодатным моментом которым вы успокоитесь отвлечетесь может быть позабудитесь какая-то злость выйдет какие-то эмоции улягутся и вроде бы все выпаду успокоились претензий к нему больше не имеете потому что ну не ком он как бы здесь испарился вот и и вы вроде бы уже готовы с ним попрощаться и начать новую жизнь они тут то было вот тут вот он появляется а зачем именно такой план но девочки он считает не буду утверждать но здесь почитаю что он слишком хорошо вас знает и он считает что вы его любите и он четко может планировать в какие сроки стоит появляться в какие не стоит где будет уже слишком поздно а где как раз самое то опять же что вы готовы его принять он это чувствует для себя он это знает и он не считает что он сейчас исчезнет там ну не знаю там на месяц да на несколько месяцев для кого-то на несколько лет знаю такие случаи и и но тем не менее все нормально он вернется как знаете вот по красивому здесь по достойному здесь шестерка жезлов да такой вот на коне победитель такой вот молодец и вы никуда не денетесь кроме как скажите а я тебя ждала да я знала что ты придешь вот и давай да здесь смотрите мужчина четко резко и конкретно принял решение я буду возвращаться и но я и сейчас даю время остыть ну и пересмотреть свое колючие отношения ко мне слишком уж какая-то она злая слишком требовательным да вот слишком ледяная ей надо дать возможность потеплеть оттаять когда она уже практически будет готова выйти из отношения уже в свою собственную жизнь а я этого не дам я появлюсь здесь манипулятор в любом случае да это четко и очевидно отпускать ванну вам он вас он не собирается но перевоспитать это для него святое вот здесь у девочки что он сказал о вас на данный момент все что произнесено и вынесено вот в ранг его собственного решения о вас это вы посмотрите здесь не забывайте пожалуйста поставить лайк не забывайте написать комментарий а я с вами с вами каждый день до встречи новых видео пока пока